Спасательный круг для большой воды. В Зеленокумске проектируют новое водохранилище. Оно станет страховкой для реки Мокрый Карамык, которая протекает в Советском районе. Сегодня в райцентре члены краевого правительства и представители местной власти обсуждали, где появится гидротехническое сооружение. Также осмотрели работы по берегу укреплению на других водных объектах. Анастасия Зубрицкая продолжит. В центре Зеленокумска сливаются сразу две реки Кума и Мокрый Карамык. Если воду в Куме от выхода из берегов страхует отказненское водохранилище, то вот у реки Мокрый Карамык такого спасательного круга пока нет. Однако он уверен и местные жители и власти необходим. А вот насколько показала история. Наводнение, которое в этих местах произошло больше 30 лет назад, люди помнят до сих пор. В этом году, говорят, угроза тоже была. Вода шла, вот это затопило, она вышла вот там из берегов и вот это все затопило. Но такого, как в 1984 году, тут все была вода. И город две трети, и наше правление там плавало. Подушкой безопасности для реки Мокрый Карамык станет новое водохранилище. Его строительство только в планах. В первую очередь необходимо выбрать место. Пока наприметим два варианта. Водохранилище предлагают построить или сверху хутора Привольный, или здесь, на границе Федоровского. Необходимость его строительства здесь актуальна в том, что вы сами видите, здесь рельеф, позволяющий его здесь разместить. Здесь земли, да, не земли, а сельхоз назначения, но это пастбище общедолевая, коллективно-долевая собственность. И, как вы видите, по качеству здесь, ну, великих урожаев мы не получаем. То есть здесь максимально оптимальное место для размещения данного водохранилища. Обсудить строительство нового водохранилища в Советский район приехали специалисты профильных ведомств, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также первый заместитель председателя правительства края Николай Великдань. Сейчас, отметили они, необходимо подготовить проект и учесть все нюансы. Рассматриваются два варианта. Это и территория Георгиевского района, и Советский район. Конечно же, наиболее предпочтительнее пока с тем, чтобы, значит, это водохранилище распалась на территории Советского района. Но, опять же, я вернусь к тому, что нужно смотреть на проектное решение. Прежде всего, на сегодняшний день мокрый Карамык – это неуправляемая река, неконтролируемая. И мы не регулируем все отношения, значит, именно водные отношения, как она заходит. А вот сейчас, при решении этого проекта и выполнении этого хранилища, мы просто можем регулировать, принимать, начиная от истока, принимая от Верховья, значит, аккумулировать и потом равномерно, планомерно распределять эту воду на слияние двух рек, для того, чтобы мы дальше могли ее пропустить на Буденовский и потом дальше в Каспий. Осмотрели и другие водные объекты района. От Казненское водохранилище. Здесь уже третий год идут работы по укреплению дамбы. Предыдущий бетон был положен аж в 64-м году. Есть разрушения, есть, так сказать, пустоты, которые приходится сверлить и нагнетать туда цементный раствор, чтобы не было ползневых участков здесь. Это сейчас водохранилище выглядит спокойным. Однако еще чуть меньше месяца назад отсюда пришлось эвакуировать местных жителей и экстренно строить новый водоотвод. Это позволило избежать серьезных последствий. Спустя день жители ближайших населенных пунктов вернулись в свои дома. А это река Кумам. Здесь тоже идут работы по берега укреплению. Благодаря вот таким вот берега укреплениям практически мы на сегодняшний день, тот поводок, который был неактивным явлением, мы минимизировали потери и наоборот увеличили пропускную способность. И все равно вы слышали сегодня, что возникает просто много вопросов. Это слияние двух лет. Это Карамыка и Кумы, где практически размыло. И там необходимо уже принимать не только проектные решения, там необходимо принимать кардинальные меры, для того, чтобы мы могли сделать берега укрепления. Этой работой уже Министерство природных ресурсов, я думаю, Андрей Юрьевич Скайд, уже в этом году начнет заниматься. Обеспокоенные этой и другими проблемами жители Зеленокумска пришли на прием к Николаю Великданю, уже в районную администрацию. И каждый получил ответ. Ответ нас устраивал. Сказали, что они про нас знают, они видят нашу беду и что они постараются нам помочь. Чтобы не допустить повторения ЧП, которое произошло почти месяц назад, и держать под контролем большую воду, необходимо еще много работать. Старт уже дан. Анастасия Зубринск, Александр Колодко, Ставропольское телевидение.